Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем серию передачи «А что дальше?», где говорим с теми людьми, с которыми действительно стоит поговорить. И сегодня у нас в гостях представитель Светланы Тихановской по международным вопросам Валерий Ковалевский. Валерий Ковалевский. Настроение на самом деле не поменялось. Я убежден в том, что мы делаем правильное дело, то, что я нахожусь в правильном месте, с правильными людьми. Много нужно сделать еще. Понятное дело, что мы еще не достигли своей цели проведения выборов, которые будут честными, справедливыми, которые будут признаны белорусами. Но, тем не менее, мы движемся в правильном направлении. Я это вижу и по тому, как работает офис Светланы Тихановской, как мы сотрудничаем с другими инициативами, с другими политическими силами. Очень много делается, но нужно сделать гораздо больше. Нужно делать гораздо больше. Чего не хватает, Валерий, для этой работы? Не хватает кадров, либо времени в сутках? Не хватает иногда ресурсов, не хватает людей. Очень много энергии, творческой энергии, много идей. Нужно эти идеи конвертировать в практические действия. И это касается не только международных наших партнеров, то, над чем мы работаем каждый день, но также и касается белорусов самих, которые находятся в Беларуси. И которым, на самом деле, приходится сложнее всех, труднее всех жить в этой атмосфере, на такой очень темной, мрачной атмосфере режима, который перешел в контрнаступление. Но, тем не менее, именно от белорусов зависит то, что будет в стране. Будут ли перемены и когда они произойдут? Давайте мы тогда сейчас начнем с международных дел, а потом дойдем до того, что же делать там внутри страны, чтобы произошли изменения и перемены. Совсем недавно, буквально месяц назад, было такое большое турне Светланы, когда она поехала в Финляндии, была Швейцария, Португалия. В это время вы тоже были в поездке, но в других городах и странах. Вы не могли бы рассказать, где вы были? И я знаю, что вы были, скажем так, в более восточной Европе. И какие настроения там по отношению к Беларуси? И какая была цель поездки вообще? Я поехал в Брюссель, Берлин, Бухарест, Вену, Любляну и Белград. Это было шесть стран, шесть столиц. Цель поездки была, опять же, консолидировать позицию международного сообщества касательно ситуации в Беларуси. И попробовать конвертировать ту позитивную энергию, которую вырабатывает Светлана Тихановская во время своих поездок, в практические шаги. По поддержке беларусов, по наращиванию давления на режим Лукашенко, с тем, чтобы в конце концов мы добились проведения переговоров, которые приведут нас всех к выборам. На самом деле, во всех странах отношения к Беларуси примерно одинаковые. Все с большим энтузиазмом воспринимают борьбу беларусов за свою свободу, адекватно воспринимают происходящее, то, что касается протестов и то, что касается репрессий. То есть мы понимаем, что протесты на сегодняшний день видоизменились под давлением репрессий. Люди вынуждены были адаптировать свой протест из-за того, что в стране продолжается насилие, то, что продолжается беззаконие, то, что любой шаг беларуса сегодня может привести к довольно серьезным последствиям. Поэтому такая информационная работа, разъяснительная работа, она тоже очень важна для того, чтобы в столицах, в госучреждениях, на экспертном уровне медиа понимали, что происходит в Беларуси. Работы очень много, работу нужно продолжать не только в этих столицах, но и в новых странах мы будем продолжать действовать в этом направлении. Валерий, скажите, а как бы вы оценили успех вашей поездки, учитывая, что все мы очень давно ждем четвертый пакет санкций от Евросоюза, который переносится каждый месяц на конец следующего месяца, его принятия? Потому что разговоров об этом много было, сейчас все в ожидании. Вот случилась эта ваша поездка, понятно, что там эти решения принимаются не просто вот мы, Евросоюз решил, это же не так просто. Я думаю, что зрителям иногда нужно объяснять, что это должно быть консолидированное решение, когда все страны принимают этот пакет, когда любая одна страна может заблокировать человека в списке. Вот есть там список из 100 фамилий и какая-нибудь Латвия говорит, а вот этот, например, табачный король, мы не хотим, чтобы он попадал под санкции. Вот ваша поездка, которая была по шести столицам и шести странам, насколько она сыграла в плюс в этом плане? Я начну с такого конкретного результата своей поездки, то, что мне удалось привезти из Словении, приглашение для Светланы Тихановской посетить Любляну с официальным визитом, мы надеемся, это произойдет в ближайшее время. Почему Словения? Потому что Словения будет следующим президентом Европейского Союза. Председательствует? С 1 июля они будут руководить Европейским Союзом, и на этом месте мы бы хотели, чтобы они приоритизировали белорусскую проблематику, чтобы они больше и уделяли внимания. Как мы говорим, у Словении есть все шансы быть на том месте, когда у Беларуси произойдут демократические изменения. И Словения очень близка нам, поскольку мы принадлежали одному социалистическому лагерю, поскольку они тоже прошли этот путь от диктатуры, от авторитарной системы к демократической системе. И это достаточно успешный пример того, как можно выстраивать систему госуправления по новым принципам. Что касается санкций, действительно, это сложная, но очень нужная работа, которую мы продолжаем вести и в Европейском Союзе, и за пределами, с Великобританией, с Соединенными Штатами, с Канадой. Четвертый пакет санкций в разработке. Европейцы хотели бы сделать его таким очень основательным и эффективным. То, что было много критики касательно первых трех пакетов, что они такие больше косметические, больше символические. И мы бы хотели, чтобы они были действительно болезненными для режима, для тех людей, которые продолжают поддерживать Лукашенко. Но не для того, чтобы их наказать за что-то, а для того, чтобы их принудить к позитивным шагам в Беларуси. Это, прежде всего, освобождение политических заключенных, восстановление законности и, в конце концов, начать переговоры для того, чтобы вывести страну к выборам. Поэтому работа достаточно методичная, небыстрая. Мы имеем дело с европейскими структурами, 27 стран, которые должны подписаться за это. В принципе, консенсус по этому вопросу есть. Но нужно согласовывать в том числе и списки имен, списки тех людей, которые включаются как олигархи, как кошельки Лукашенко. Это то, что делает Европейский Союз на сегодняшний день. Это их задача. Они отслеживают ситуацию в Беларуси, они формируют эти списки, они берут ответственность за себя, за то, как эти санкции будут добиваться цели. То, что на сегодняшний день нам всем может помочь, и самим европейцам может быть более решительными, более конкретными в своей политике, это решение Соединенных Штатов о возобновлении санкций против Лукашенко. Было объявлено о том, что в случае, если политические заключенные не будут освобождены... До конца апреля, по-моему. ...с британцами, возможно. И наверняка это приведет к дополнительным мерам со стороны европейцев. А как вы думаете, вообще возможно ли ожидать, вот на ваш взгляд, вот эти вот условия освободить политзаключенных до конца апреля? Ну, насколько это реально? Потому что, мне кажется, это такой шаг, который просто немножечко откладывает принятие, ну, то есть возобновление санкций Соединенными Штатами, потому что надеется на то, что будут освобождены 323 человека на вчерашний день официально политзаключенных. Я имею в виду это и тех, кто самые видные фигуры, там Сергей Тихановский, Бабарикова, Мария Колесникова. Вот как вам кажется, вообще реально ли это? На мой взгляд, это маловероятно, что Лукашенко на это согласится. Он боится продемонстрировать слабость. Он понимает, что освобожденные политзаключенные, это будет такая инъекция энтузиазма среди белорусов, дополнительный приток мужества, решительности. Какие-то эти люди, которые выйдут на свободу, и мы говорим действительно о лидерах, как Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Виктор Бабарико и многие-многие другие. Те люди, которые оказались за решеткой, которые стали политическими заключенными, на самом деле это все лидеры. И многие белорусы продемонстрировали лидерские качества на этом этапе. И действительно их выход на свободу, он может серьезно повлиять на внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Там непонятно, что сильнее повлияет выход их на свободу, либо санкции, которые ведут, что быстрее сработает. Такая палка о двух концах. Но возможно ли представить себе ситуацию, это то, чего опасаются очень многие, вот эта вот торговля политзаключенными, когда выпустят 200 человек, скажем так, при всем уважении ко всем политзаключенным, ключевые фигуры останутся за решеткой. Вот такая ситуация может сработать на, скажем, в перспективе на то, что санкции, ну мы вот смотрите, первый шаг сделали белорусские власти, так скажут американцы. И вот сделали, это уже хорошо, мы молодцы, мы добились чего-то, значит мы введем санкции в мае, и у вас теперь есть время до мая еще освободить политзаключенных. Вот эта ситуация возможна? Я бы еще больше усложнил эту ситуацию, поскольку вариантов этого может быть много. Могут выпустить, допустим, одного Виктора Бабарико, этого будет достаточно, чтобы расцениваться как прогресс. Это хороший вопрос, да. Или все-таки это будет такая уловка, манипуляция. Более того, есть 323 политически заключенных, но есть еще больше 700 человек, которые проходят по уголовным делам, которые касаются протестов, и это тоже потенциально политические заключенные. Есть процедура у правозащитников, как они оценивают людей, которые проходят по таким делам, рано или поздно они все могут прийти к статусу политических заключенных. Что будет с этими людьми? Мы их оставляем за решеткой, мы их оставляем в этом подвижном состоянии, или мы все-таки добиваемся того, что обвинения должны быть сняты со всех? Тех, кому уже предъявлены обвинения, которые стали политическими заключенными, или все-таки мы будем защищать всех тех людей, которые платят своим здоровьем, своим временем, своими жизнями за перемены в Беларуси? Думаю, что, скажем так, наша позиция такая, вовсе Светлана Тихановская, что торг политзаключенными недопустим, что нужно настаивать на освобождении всех людей, снятии всех обвинений против тех людей, которые проходят по политическим делам. Действительно, мы имели в прошлом такие ситуации, когда такие полумеры, полушаги рассматривались как прогресс. Это в течение 20 лет было так, что малейший шаг в сторону, трех человек освободили, вроде бы как создаем видимость какой-то либерализации законодательства и вообще в стране, и тут же санкции снимаются, как и были сняты санкции. Да, и этот пример абсолютно наглядный в том, что европейцы и американцы пошли навстречу режиму, они сняли эти санкции, при том, что никаких системных изменений в Беларуси никогда не произошло с тех пор. Ни в плане практик в области прав человека, ни в том, как выдерживаются принципы демократического управления, прописанные в Конституции. Фактически Лукашенко получил очень много, но отдал ничего. Выпусти политзаключенных, он на самом деле сохранил систему такой, как она была, более того, он ее укрепил по всем направлениям, если сравнивать ситуацию, скажем, с 10-11 годом, когда вводились санкции, то к 20-му году его власть еще более укрепилась. Там всегда, мне кажется, еще присутствовала такая торговля нейтралитетом, потому что, когда вводились санкции, и особенно это показали события, когда начались события в Украине, в Крыму, всегда была такая торговля, что мы, смотрите, мы не с Россией, мы вообще нейтральные. И это тоже работало в плюс, мол, европейцы надеялись, что Лукашенко будет оставаться нейтральным, этого было достаточно. В нынешней ситуации возможно ли разыгрывать такой козырь? Я ответ подозреваю, конечно, что вряд ли, учитывая политическую ситуацию, но сейчас есть определенное напряжение, вот это лязгание, бряцание гусеницами на границах Украины. Очень много в информационном поле появляется кадров с военной техникой, и российские эксперты начинают говорить о том, что лидеры мнений, блогеры, журналисты, что война, по сути, неизбежна. Вот этот конфликт на Донбассе, и переживают, что Беларусь в него может быть втянута. Давайте мы немного в эту сторону сейчас повернем. Что вы, как человек, который представляет Светлану Тихановскую в международной политике, как вы можете оценить сейчас действия России? Какие их последствия, в первую очередь, для Беларуси? Мне думается, что Россия сейчас пошла на повышение ставок. Они пытаются привлечь себе внимание, они пытаются в то же время испытать решимость американцев и европейцев, как блока НАТО, по защите Украины от возможной агрессии. То есть это такая, на самом деле, разведывательная миссия посмотреть на реакцию, пощекотать нервы, заявить о себе вновь, ответить на заявление Байдена о том, что Путин убийца. Возможно, где-то Путин сказал, вы хотели увидеть убийц, вы сейчас увидите убийц. Не, ну он же все сказал, кто как обзывается, тот сам так называется. Да, это смешно, конечно. Это слышите от президента, да, это, конечно, смешно. Это в стиле Путина, да, безусловно. В то же время, мне кажется, что вероятность конфликта остается не настолько высокой, именно вооруженного конфликта. При том, что мы понимаем, что на самом деле вооруженные действия на востоке Украины постоянно продолжаются, что есть столкновения, есть убитые, раненые, но до полномасштабного военного конфликта, на мой взгляд, не должно дойти. Во всяком случае, о предпосылах таких, или скажем, таких целей, конкретных задач, что могла бы добиться Россия таким поведением, мне кажется, я пока не просматриваю таких целей, что они могли бы этим добиться и какую цену они готовы заплатить за это. В плане международной репутации, в плане тех потерь, которые они будут нести. И опять же, то сопротивление, которое они встретят со стороны Украины и со стороны стран блока НАТО. Все-таки Украина сама по себе уже не та Украина, которая была там 7 лет назад. Это куда более боеспособная армия, куда более сплоченное общество и куда более управляемая страна и государство. Поэтому россияне не могут не оценивать этого. Что касается интересов Беларуси и места, и роли Беларуси в этом конфликте, в этой ситуации, то, мне кажется, украинцы сами уже дали оценку тому, как они видят нейтралитет Беларуси, когда они сказали, что больше не будут проходить переговоры. Украинских переговоров больше не будет. Больше не будет. Именно потому, что Беларусь неоднократно продемонстрировала свою предвзятость, свою слишком уж приближенность к российским интересам. Да, на официальном уровне, в рамках ООН, Беларусь якобы поддерживает Россию. В то же время они не заявляют о признании аннексии Крыма и событий на востоке Украины. Но в то же время мы понимаем, благодаря кому на сегодняшний день Лукашенко остается у власти. Только исключительно благодаря тому, что Путин вписался за него в сентябре. Валерий, вот раз уж Путин вписался в сентябре и вписывался все это время очень много лет, вопрос такой. В офисе Светланы Тихановской вы, как человек, который представляет Светлану Тихановскую на международной политической арене, может быть, другие советники, может быть, даже инициативы других демократических сил. Я имею в виду НАУ, ну, а, собственно, все, вот и НАУ. Павел Латушка, ведутся ли переговоры с Кремлем, с людьми, приближенными к Путину? Есть ли такие попытки, вообще стоит ли чего-то ожидать? Мы об этом говорили осенью очень много, что вот там есть какие-то попытки, вот прошло много времени, сейчас как эта ситуация выглядит? Мы постоянно предлагаем России диалог, он может быть двусторонним, этот диалог. Мы готовы обсуждать то, что происходит в Беларуси, рассказывать о своих целях, о своих задачах. Мы готовы обсуждать и интересы России в Беларуси. Мы понимаем, что у России есть свои интересы в Беларуси, и это экономические, и политические интересы, и финансовые, и инвестиционные, и в сфере обороны тоже. Мы их понимаем, мы их принимаем, готовы обсуждать с тем пониманием, что любые интересы России в Беларуси не должны противоречь национальным интересам. и таким фундаментальным ценностям, как суверенитет и независимость Беларуси. Мы предлагаем также России принять участие в медиационных усилиях в рамках ОБСЕ, чтобы Россия стала частью такого концерта наций по разрешению конфликта, чтобы это было совместное усилие с участием, скажем, Франции, Германии, возможно, США, других стран, тех сторон, которые заинтересованы в разрешении кризиса в Беларуси. Россия может быть частью решения. Пока Россия выбирает быть частью проблемы того, что происходит в Беларуси. И мы тоже напоминаем России, что беларусы стремятся разрешить кризис в своей собственной стране. И мы будем идти за помощью туда, где нам эту помощь будут давать. Если Россия выбирает оставаться за скобками этого, то это их право, но это их выбор. Они могут быть частью решения, вместо того, чтобы быть частью проблемы, как они это делают сейчас. Вы сказали, такой интересный очень оборот применили, концерт наций. И вот в этом ключе кажется, что пока Россия не пообещает, что она будет исполнять роль первой скрипки, собственно, она в идеологии участвовать и не будет. Скажите, пожалуйста, вы когда говорили, что ваша поездка, например, в Словению, она была связана с тем, что Словения будет председательствовать в ЕС с 1 июля. Да. И может стать как раз-таки той страной, при которой в Беларуси произойдут политические изменения. Но это в плюс Словении. Валерий, 1 июля это еще не скоро, это через несколько месяцев. Скажите, пожалуйста, день Х вообще существует или нет? Я сейчас попробую, я, может быть, прыгнул немножко так по темам. Но если мы ждем до 1 июля председательствования Словении, потом мы будем ждать июль, пока они начнут функционировать по полной. Перемены, значит, в Беларуси они откладываются на август-сентябрь. При этом многие демократические силы, скажем так, в том числе и Павел Латушка, может быть, не так открыто, но когда говорил, что вот 9 мая это важный день, и даже там проскользнула вот эта формулировка день Х, люди, которые взяли на себя ответственность быть лидерами мнений, такие вот как некоторые блогеры говорят, что 9 мая это день нашей победы, имея в виду не во Второй мировой, а вот сейчас. Что вы думаете по поводу дня Х? Вообще, возможно ли конкретная дата? Верите ли вы в то, что выход на улицы, там 200-300 тысяч человек в один день решит вопрос? Это очень много вопросов в одном вопросе. Начнем по порядку. Верите ли вы в то, что протест на улице, 100-200-300 тысяч человек в центре столицы могут разрешить ситуацию? Думаю, что этот протест по-прежнему возможен. Мы для этого должны создать условия с тем, чтобы насилие на улицах городов снизилось, или чтобы правоохранительные органы начали в конце концов руководствоваться законом, а не преступными приказами своих командиров. Вопрос в том, что будет дальше. Во что выльется такой протест? 300 тысяч граждан в одном месте, в одном городе. К чему это приведет? Думаю, что эти ответы нужно продолжать разрабатывать. Мы не ждем этого дня. Мы к нему готовимся. Мы готовим условия внутри Беларуси, мы готовим условия за пределами Беларуси, мы наращиваем это давление внешне с тем пониманием, что исключительно беларусы, их воля, их энергия, их упорство, они способны привести к переменам. Правильно ли я понимаю, что ждать какого-то отмашки, ждать указания от офиса Светланы Тихановской в стиле «все выходим 9 мая» или «все выходим 1 мая»? То есть ждать такого не стоит. Я не буду ничего исключать, ровно так же, как я не буду сужать все до одного какого-то решения. В принципе, все эти перемены, они возможны исключительно в комбинации. В комбинации давления, в комбинации решений, действий разных политических сил, инициатив, рядовых беларусов, которые находятся за пределами страны, которые находятся в самой стране. Это революция для всех, не для Светланы Тихановской, или для Павла Латушка, или для Бабарика. Эта революция касается всех нас, поэтому это будет комбинация действий, решений нас всех. Вы сказали о том, что есть попытки создать условия, скажем так, снижения градуса насилия на улицах, это работа с силовиками. Скажите, пожалуйста, ведет ли офис Светланы Тихановской, и есть ли там ответственный человек за переговоры с силовиками? Потому что сейчас в медийном пространстве есть несколько человек, которые взяли на себя эту роль, и, судя по всему, пока никаких результатов особо нет. Это вот Прокопьев Вадим, который представляет НАО в этом вопросе, и небезызвестный Игорь Макаров, который все утверждал, что он сейчас разберется с силовиками, а не сложат счеты, подождите, не выходите. Но дело никуда не двигается. В офисе Светланы Тихановской, есть ли люди ответственные за это направление, и какие там успехи? Да, если можно, я буду говорить за офис Светланы Тихановской. Да, конечно, я спрошу про ваш офис. У нас есть группа, которая работает с представителями правоохранительных органов в Беларуси. Через контакты такие мы выясняем настроение среди силовиков, чего они боятся, чего они хотят, чего им не хватает, что бы они хотели видеть в будущей Беларуси, какими они видят свою собственную работу в будущей Беларуси. Это помогает нам понять лучшее настроение среди подразделений самых разных. В Беларуси это касается и центральных ведомств, это касается и местных органов внутренних дел. Это нам помогает разговаривать с ними на том языке, который им понятен, отвечать на те вопросы, которые их волнуют на сегодняшний день. То, что очень важно было для нас узнать о правоохранителе, это то, что на самом деле одна из наименее защищенных групп профессиональных в Беларуси. И не только в вопросах того, как они могут или не могут, например, защищать свои профессиональные права, трудовые права. Но мы понимаем на сегодняшний день, что их жестко эксплуатирует, беспощадно и бессовестно эксплуатирует Лукашенко в своих политических целях. Он заставляет их нарушать закон, он заставляет их фактически отрываться от общества, становиться изгоями среди тех мест, где они живут, среди тех людей, с которыми не дружат, с которыми не являются родственниками. Это не дает им гарантии на будущее. То, что эти люди станут уважаемыми членами общества, даже если Лукашенко, скажем, ему удастся сохранить власть, или это никаким образом не гарантирует их статус в будущем. Для них перемены в Беларуси в будущем могут принести тоже лишение прав, лишение каких-то профессиональных преференций. Поэтому мы должны в этом месте ответить на вопрос, что для них означает перемены в Беларуси в будущем. И мы отвечаем на этот вопрос, что все те люди, которые не совершили тяжких или особо тяжких преступлений, они смогут сохранить свои рабочие места, если они этого захотят. Они смогут сохранить свои социальные пакеты, они смогут сохранить свои субсидии на жилье. Опять же, те люди, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, должны будут пристать перед судом. Но это будет справедливый суд. Это не будет суд Линча, и у людей будет возможность защищать свои права. Вы сказали, что сейчас разговариваете, пытаетесь выяснить, какие там настроения. Валерий, так какие настроения у силовиков? Настроения на самом деле такие, что от 50 до 80% по оценкам байпола. Это много. Да, эти люди считают Лукашенко сбитым летчиком. Они не считают его перспективным политиком, они считают то, что он обанкротился как управленец. И тем не менее, мы должны понимать, что это люди, которые носят униформу, люди, которые носят погоны. Они привыкли к той системе, в которой они выросли, в которой они получили свое профессиональное образование, свои навыки. Они должны выполнять приказы. И это то, что зачастую их останавливает от самостоятельного мышления, от самостоятельного выбора. К сожалению, это так. При этом то, что мы для себя отмечаем, это то, что очень фрагментированно, атомизировано. Это среда. То, что там говорить о боевом братстве, не приходится. Люди боятся. Люди боятся друг друга. Даже те же представители силовых органов, они друг другу не доверяют. Понимая, что любой из них может стать объектом каких-то нападок. Поэтому страх, который поселился сегодня в белорусском обществе, он в том числе затронул и сами силовые ведомства в Беларуси. Мы сейчас, отслеживая, скажем так, комментарии, вообще все происходящее в повестке новостной, общаясь с людьми во дворах, с тем активом, который остался еще на свободе, с людьми, которые готовы говорить, с людьми, которые выходят там суток после месяца в заключение, сейчас складывается какое-то впечатление, что такая даже уже нелегкая, а глубокая депрессия сейчас в белорусском обществе. Как вы, как представитель офиса Тихановской, вообще в целом, как вы, как человек, наблюдая за всем, как вы оцениваете ситуацию? И если, я предполагаю, что ответ будет в позитивном ключе, если уж вы как-то позитивно на все смотрите, давайте попробуем найти позитивные моменты, которые помогут побороть депрессию. На самом деле, печально смотреть на то, что происходит в Белоруссии. Если мы сравниваем обстановку сегодня с тем, что было в августе и в сентябре, и насколько люди чувствовали себя свободными, как в одно мгновение буквально поменялась страна, как поменялись люди, как они себя вели, как они обращались друг к другу, как люди смотрели друг на друга. Люди просто открывали себе своих соседей, друзей, незнакомых людей, и это была совсем другая страна. Как я себе это говорю, это была та страна, в которую мы все верили, и наконец-то мы ее увидели. После 26 лет президентства, такого удушливого президентства Лукашенко, мы увидели перед собой свободную страну, свободных людей, которые уважают, ценят друг друга и проявляют свои самые лучшие качества перед друг другом. Через полгода, то, что мы видим, 8 месяцев спустя почти, ситуация депрессивная, удушливая. Люди уезжают, люди не верят, люди боятся, люди боятся сделать один шаг на улице, потому что они могут стать объектом нападок, обыска совершенно немотивированного, ничем не объясняемого, беззаконие по селевой стране. Атмосфера на самом деле гнетущая, ужасная, и это то состояние, в котором не хотело бы быть ни одно общество, белорусы к этому также не готовы, они отказываются принимать это. Но тем не менее мы видим репрессии, которые продолжаются, которые не успокаиваются. Но эти же репрессии, вот это вот такое поведение неудачника, который уже заявил себя победителем, это как раз-таки показатель неуверенности в том, что на самом деле Лукашенко восстановил контроль над страной. Он понимает, что это совершенно не так, что общество не успокоилось, что белорусы не принимают его как политического лидера. Никто не говорит нам, точнее, есть люди, наверное, которые идут в таком направлении, но абсолютное большинство не готово сказать, ладно, мы сдаемся, оставайтесь. Типа потерпим еще. Да, потерпим еще до следующих каких-то ходов. Более того, белорусы не готовы покупать всю ту ложь, которую Лукашенко предлагает, как политический диалог, деятельность каких-то подставных фигур, которые просто марионетки КГБ, или там Всебелорусское народное собрание, которое не ответило ни на один вопрос, который стоит перед обществом. Все эти инициативы, все эти ходы, это пустышки, которые белорусы отметают. Они понимают, что на сегодняшний день Лукашенко совершенно нечего предложить белорусам. Ни финансы, ни экономика, ни реформа, ни какие-то политические реформы в Беларуси. У Лукашенко никогда не было видения для Беларуси. Нет его, тем более сейчас. Он абсолютно обанкротился по всем направлениям. Про видение для Беларуси. Совсем недавно, буквально в прошлой неделе, представители Виктора Бабарико, Марии Колесниковой сказали о том, что инициировали создание партии вместе. Это второй раз, когда об этом говорится. Первый раз об этом говорили осенью. Вот сейчас прозвучало второе заявление. Сообщают о том, что там уже чуть ли не 3000 заявок в первые сутки на вступление в партию. Хотя пока только было заявление, что будем создавать. Буквально на днях Павел Латушка говорит о том, что тоже создаю партию. Скажите, пожалуйста, что вообще происходит? Зачем это? Это подготовка к местным выборам? Это подготовка к парламентской республике уже сейчас? И что на это ответит офис Светланы Тихановской? Будет ли партия создана или инициирована создание вами? На самом деле мы в офисе Светланы Тихановской боремся именно за это. Мы работаем именно над тем, чтобы создать условия для проведения в Беларуси честных, справедливых выборов, где белорусы смогут выбрать своих лидеров. И именно это станет точкой отсчета для того, чтобы в Беларуси возобновилась нормальная политическая жизнь, где люди могут объединяться в объединениях, в ассоциации, в движениях, в партии. То, что команда Бабарика, то, что команда Латушка заявила о намерении создания своих партий, мне кажется, это с совершенно здоровыми намерениями. Это абсолютно непростые условия для этого. Мы понимаем, что есть трудности и правового характера, как то регистрация этих партий, так и возможность преследования членов этих партий со стороны властей. И в то же время мы для себя отмечаем то, что наша основная задача на сегодняшний день всего демократического движения и офиса Сыгданы Телекановской, в частности, мы должны привести страну к выборам. То есть наша основная цель и наш фокус внимания должны оставаться на достижении этой цели. А без достижения этой цели, без того, чтобы мы добились перехода к демократии, любые партии не будут иметь никаких перспектив существования. Хотел спросить, мы немножко вернемся туда к санкциям. Вспомнил сейчас, на днях появилась новость о том, что австрийцы инвестировали в строительство в Гродненской области, в лесопилки и древообрабатывающие заводы 84 миллиона евро. Скажите, а как так получается, что мы ждем от Европы поддержки санкциями? Да, пусть это не правительство, это частные компании это делают, но в то же время это происходит. И совсем недавно стало известно, что компания Моторола продала огромный, подписали большой контракт на поставку средств связи для Беларуси, понятно, для кого, а не для обычных граждан. Что с этим всем делать нам, белорусам? Как белорусы там, внутри страны, могут помочь работе демократических сил, которые находятся за рубежом и ведут свою деятельность? Пожалуй, я бы сказал, что белорусы на местах, которым становится известна такая информация, они могут просто рассказывать общественности о том, что происходит. Что какие-то конкретные корпорации западные, которые вписались на самом деле, я не имею в виду страны, которым они принадлежат, они вписались за демократические изменения в Беларуси, они поддерживают белорусский протест, поддерживают и стремление к выборам. Если об этом известно, рассказывайте это общественности. Наши диаспоры за рубежом, они очень активно работают с тем, чтобы наказывать давление на такие корпорации, чтобы они не имели никаких дел с Лукашенко. Как нелегитимным лидерам, как человеком, который вдохновляет все эти репрессии, которые происходят на сегодняшний день. Если мы говорим о поставках оборудования Моторолы, то мы понимаем, кому они попадут в руки и для каких целей это будет использовано. И безусловно, что Моторола также будет одним из таких объектов повышенного внимания со стороны белорусов зарубежья, но тоже и политических структур, инициатив, которые работают над переменами. Да, такие вещи происходят. Не все то, что мы можем отследить, попадает нам на радар. И такие вещи иногда бывают. Но если есть такая информация, то мы за нее беремся. Мы стараемся довести дело до того, чтобы такие инвестиции и такие поставки прекращались. Еще ко всем вопросам международным. Давайте тогда еще немножко по экономике. Экономическое давление извне, это, конечно, хорошо внутри. Верите ли вы, Валерий, в то, что в Беларуси может случиться забастовка? Ну, такая массовая, которая не, увы, давайте так откровенно, не получилась осенью в такой форме, в которой очень бы хотелось. Верите ли вы в то, что это возможно? И вообще перспектива забастовки. Действительно ли забастовка внутри страны может повлиять на скорейший уход Лукашенко, отказ его от власти? Думаю, что такое возможно. И мы знаем точно, что рабочие предприятия, многих предприятий, во-первых, уже есть стачкомы на нескольких предприятиях, во-вторых, многие рабочие хотели бы страйковать, хотели бы устраивать забастовки. Этого не происходило по разным причинам, в том числе из-за того, что людей запугивали, людей заставляли возвращаться к рабочим местам, где стояли силовики у них за спинами и говорили, возвращайся к своему рабочему месту, работай, твой удел работать, платить налоги. И это все, на что мы тебе оставляем место. Поэтому потенциал все равно сохраняется. Я думаю, что может быть более нацеленная работа с этими рабочими, она будет давать свой результат. Мы на примере Беларусь-Калия знаем, что стачком там на месте привел к серьезным последствиям, финансовым потерям для Беларусь-Калия. Их прибыв было просто копейки по сравнению с тем, что было... 220 тысяч за год, это смешно для флагмана. Да, для миллиардного. Да, это то предприятие, которое дает основную валютную выручку для бюджета. И именно вот эта вот небольшая группа рабочих с Беларусь-Калия, сотрудника Беларусь-Калия, она привела к таким достаточно сложным последствиям для предприятий и для экономики. Если мы представим, что такие умные забастовки, где не все должны бастовать на самом деле, могут бастовать рабочие, которые задействованы на конкретных, особо сложных участках, которых очень сложно заменить. Поэтому не обязательно, чтобы полмиллиона человек участвовали в забастовке. Но это такие умные забастовки. Может хватить и 5 тысяч, да? Да. Они могут приводить к тому, что предприятия останавливаются или предприятия вынуждены покупать лояльность рабочих из-за этого давления стачечного. Поэтому потенциал есть. Нужно больше ресурса для того, чтобы поддерживать рабочих. Очень много сделано белорусами за рубежей, диаспорой для того, чтобы поддерживать такие стачкомы. И мы надеемся, что такая поддержка будет продолжаться. Вернемся в русло, которое вам ближе, чем внутренние дела и забастовки на международную арену. За несколько последних недель человек, который назначил себя президентом в Беларуси, ну вот, сам так решил, принимает послов разных стран. При этом есть заявление о том, что мы там часть послов выгоним, нам не нужны, мы закроем посольство в некоторых странах, а дружить мы будем с Индией. Вот тоже сегодня в четверг был такой прием. И Казахстан, Индия, Китай, в общем, Восток, вот туда, восточные регионы. Скажите, пожалуйста, международный отдел офиса Светланы Тихановской, ведете ли вы какие-то работы по переговорам не только с Европой и Западом, но и там на Восток? Есть ли какие-то попытки достучаться туда? Такие попытки предпринимаются, это правда. И мы знаем на примере Китая того же, что Китай крайне недоволен тем, что происходит в Беларуси. Именно некомпетентностью Лукашенко, который пообещал нормализовать отношения с европейскими странами, с западом коллективным, пообещал вступить в ВТО. Китаю нужна, интересно, Беларусь именно как площадка, как место, с которого они могут работать в регионе Восточной Европы. И этого не произойдет. При Лукашенко этого уже не произойдет. Они понимают, что их ставка и вера в обещание Лукашенко не сработала. Точно так же и другие страны. Индия – это демократическая страна, которая очень непростая, с очень сложной экономикой и обществом. И тем не менее, это демократическая страна. Они ценят демократические принципы, они их придерживаются. И с Индией мы также будем работать для того, чтобы рассказать им и добиться, рассказать им о том, что происходит в Беларуси на самом деле и почему их поддержка важна для беларусов. Недавно где-то проскочила новость о том, что Япония поддерживает Беларусь. При этом в начале, еще в августе, в сентябре, там все было достаточно нейтрально и чуть ли не поздравления от японской депмиссии летели в адрес Лукашенко. Как обстоят дела на этом направлении? Точно так же. Страны того региона, Юго-Восточной Азии, Япония, Корея, они, безусловно, разделяют оценку того, что происходит в Беларуси, что это недопустимо, что эти репрессии, это подавление общественных настроений, что это должно прекратиться. Поэтому мы также получаем эту помощь, но в рамках международных организаций. Она, возможно, не так заметна для беларусов, поскольку это не всегда двусторонние заявления, это не какие-то миссии, визиты и встречи с офисом Тихановской. Но это то направление, которое мы также будем разрабатывать. Мы будем подтягивать поддержку, политическую, моральную, материальную поддержку для гражданского общества с тем, чтобы эти страны могли повлиять на настроение и продемонстрировать и беларусам в самой стране, и международному сообществу, то, что Лукашенко перестал быть приемлемым вариантом, приемлемой опцией для международного сообщества, что его точка невозврата пройдена. Заявление Лукашенко о том, что, я прошу прощения, это будут цитаты, полякам нужно дать по морде и сильно, это вот эта вот ритория гопника со двора, которая прозвучала, риторика, которая прозвучала в сторону поляков. Известно ли что-то какая-то, может быть, поскольку вот ваш офис, у вас очень плотный контакт с литовским правительством, с поляками, известно ли о каких-то возможных действиях со стороны Польши, какой-то реакции на эти заявления. И когда Лукашенко говорит о том, что мы закроем посольство в странах, с которыми они дружат с нами, не о Польше ли идет речь? Вот в этом ключе, что как вы можете прокомментировать происходящее? Польша уже достаточно жестко отреагировала на это. И зная польскую дипломатию, насколько они активно себя ведут в защите интересов своих этнических меньшинств польских за пределами Польши, можно быть уверенными, что они свое дело понесут дальше. И в рамках Европейского союза, в рамках ОБСЕ они также стремятся вынести этот вопрос на обсуждение в Совете Безопасности и Организации Объединенных Наций, то, чего явно власть не хотела бы. Мне сложно оценить, какую выгоду Лукашенко может извлечь из этого конфликта, из такой риторики, низкопробной, из-за этих нападок на этническое меньшинство польское в Беларуси, поскольку это абсолютно нормальные граждане, которые руководствуются законом так же, как и все граждане Беларуси. Никаких нарушений я здесь не усматриваю совершенно. Что касается возможности закрытия посольства Беларуси в Польше, то это будет совершенно, я думаю, противозаконным просто, против национальных интересов Беларуси закрывать посольство с народом, с которым мы всегда были вместе, всегда были рядом, и мы многое делили, и многое сделали вместе, и отстаивали свободу тоже вместе. Это было бы совершенно недопустимым и совершенно антинародным решением. Давайте еще немножко по нашим соседям ближайшим пройдемся, по Украине. Много, много было уже разговоров о том, что почему офис Светланы Тихановской там так плотно не работает с правительством Украины, почему еще не было поездки Светланы в Киев, либо встречи где-нибудь на нейтральной территории с представителями руководства страны, в том числе на самом высшем уровне. На данный момент как бы вы оценили сотрудничество демократических сил под офисом Светланы Тихановской с политическими силами Украины? На самом деле прогресс на этом направлении есть. Были контакты с министром иностранных дел Украины, была дискуссия с Верховной Радой, точнее сказать, с группой в поддержку демократической Беларуси в Верховной Раде, приезжали также депутаты Верховной Рады в Вильнюс, проводились отдельные встречи. Мы также присутствуем в украинских медиа, довольно регулярно появляются Светлана там и сотрудники офиса, поэтому движение в том направлении есть. При этом мы понимаем, что Украина занимает такую более выверенную осторожную позицию, учитывая сложность в своей ситуации, что есть Россия, есть Лукашенко, который привержен России, который является, пожалуй, единственным союзником, как он пытается себя представить, и что он может оказаться такой непредсказуемой силой, которая может повлиять на интересы Украины, на интересы национальной безопасности. Если мы смотрим на ситуацию из Киева, то они сейчас в состоянии такой осажденной крепости, они боятся того, что может произойти. Для них очень важно не допустить эскалации конфликта, не допустить того, чтобы уже непростая ситуация на востоке перекинулась на очень непростую ситуацию с севера. Поэтому есть такой осторожный подход, но мы видим, что есть заинтересованность в контактах. Этому надо дать время. Я думаю, что рано или поздно у нас будут контакты на самом высоком уровне. Хочется уверить, что раньше, чем поздно. Валерий, спасибо большое за все, что вы нам рассказали, за ответы на вопросы. И в конце хочу попросить вас помочь в борьбе с депрессией белорусскому гражданскому обществу. Какое-нибудь напутственное доброе слово и попытка встряхнуть и сказать, что все не так плохо, как кажется. Я бы хотел обратиться к белорусам, тем людям, которые живут в Беларуси, тем людям, которые живут за пределами Беларуси. Мы должны верить в то, что нас больше. Наше дело правое. Мы стремимся к светлой, новой Беларуси. Я думаю, что мы обязательно победим, если мы будем верить друг в друга, в свои собственные силы и в конце концов будем брать дело в свои руки и делать что-то каждый день. Каждый на своем участке может создать ту разницу, которая нас приведет к переменам. Спасибо, Валерий. Спасибо большое, что заглянули к нам в гости и успехов вам в очень нелегких делах. Спасибо большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова